Приветствую зрителей Политека Онлайн, я Екатерина Шумила, и сейчас общаемся с интересным гостем Олег Соскин, политический и экономический эксперт. Олег Игоревич, приветствую вас. Я тоже приветствую. Хочу начать с маленького анекдота о том, как мыши съели колхозное зерно, которое должно было пойти на нужды государства. Спрашивают, а где зерно? А глава колхоза сидит в новеньком Лексусе и говорит, нету, мыши съели. Так вот, именно мышей украинских обвинили в пропаже зерна со складов Госрезерва. Сумма убытков составила более 800 миллионов гривен. Что скажете, что за такие украинские грызуны? Ну, надо сказать, что в Госрезерве там всегда, все время были пропажи. И достаточно посмотреть их, как бы, прошлое, да, кто их возглавлял. Как помню, постоянно что-то пропадало, потому что это такие закромороденные, там очень хорошая ситуация, там всегда что-то можно взять, и никто ничего не заметит. Есть, во-первых, сроки хранения, есть протоколы списывания, есть, как бы, можно, тот, кто руководит Госрезервом, он может спокойно сделать оценку. И вот если так говорить серьезно, то, что сейчас вот они заявили про этих мышей и так далее, ну, это уже сверхнаглость, такого себе никто не позволял сделать, ни Червоненко, ни Пожеванов, ни другие. Но всегда там такие были всегда истории с руководителями этих Госрезервов. Как только кто-то приходил новый президент, там, новая власть, первое, одно из первых, как бы, решений, которые они делали, это сразу снимался старый руководитель Госрезерва, начинался там аудит, проверки, и случалось так, что того, кого снимали, он или бежал за границу, или просил политического убежища, или что-то с ним, или там совершал какие-то действия, вот как Червоненко, он сделал обрезание, стал иудеем, вот уже классическим в те периоды как раз, когда у него там с Ющенко случился конфликт. То есть у всех происходили какие-то драматические события. Ну, видно, в этот раз уже настолько попался, как бы, простой человек, что он просто сказал, что там те самые, как это, мыши, там, крысы, там. Ну, крысы вообще больше едят. Я не знаю, что он крыс не назначил в главных виновников пропаж этого зерна. Там надо еще сахар проверить, там мясо хранится, там много разных продукций легкой промышленности хранится. В свое время противогазы хранились в советские времена, тушенка. То есть там, если так, по большому счету проверять и проверять, то посмотреть, как там, как себя чувствуют те, которые руководили госрезервом, то надо будет сказать, что многие из них стали не просто мышиными королями, а такими даже крысиными князьями стали. То есть убыток себе, как говорится, никто там не поработал. Еще там есть вопрос к качеству. К примеру, по документам хранится зерно 2-го, 3-го класса хорошего, на самом деле совсем иного. Кто все-таки должен отвечать за эти преступления? И почему, к примеру, в супермаркете могут украсть шоколадку, человек сядет на годы, а те, кто вот такие убытки делают государству, спокойно себе потом продолжают занимать какие-то руководящие должности? Там все просто. Во-первых, этот руководитель госрезерва, он всегда назначается правящим корпоративным кланом бандократии. Всегда. И его главная задача, он должен соответствующим образом обеспечить заработки, соответствующий доход для руководителей клана, находящегося при власти. И заработок там осуществляется именно механизмами, про которые я говорил. Это уценка, утруска, это неликвиды, это списание того или иного хранящегося вида продукции, запаса, это его переквалификация с одного качества на другого, это изменение сортности и так далее, и так далее. То есть это фактически госрезерв, это мощнейшая кормушка, это мощнейший инструмент для обогащения правящего клана бандократии. Сегодня был клан Кучмы, потом стал клан Ющенко, потом стал клан Януковича, открытые бандиты с этим Азаровым и так далее, пахло, потом стал клан Порошенко-Барыги, базарного шоколадного ростовщика. Но теперь пришел новый клан, хороший такой клан, который очень голодный, которому надо очень много денег. Естественно, надо просто взять брать братьев Ермаков и братьев Шиферов для начала. Я думаю, под них надо заводить такую сеть, чтобы она не порвалась, желательно с хорошей нержавеющей проволоки с добавлением редкоземельных элементов, чтобы не вырвались. И там тогда все станет ясно, кого они поставят, какие будут элементы, какие нормы дадут, которые они должны, эти руководители этого госрезерва, отчислять для пополнения кассы нового клана, формирующегося от этого богемной, так называемой, тусовки. И как бы все станет понятно. Потому что цель, что делает тот же этот скользящий по стране Орликина, Буратино, его главная цель – отвлекать народ разными, там, шоу, то он поехал в Хмельницкий, в область Слука пострелял, то 8 километров пробежал за 48 минут. То есть, что он туда ездил, там еще в Каменце-Подольском там есть такая как раз арка, там где можно, там где все, кто были при власти, желание загадывали. Там Мазурчак такой мэр был, он их туда водил. Правда, там есть еще музей пыток в Каменце-Подольском, и там был последний уряд УНР, когда он бежал в Польшу, Петлюровский, и там было, там тоже, если не ошибаюсь, с Орватом от кого-то, кажется, сына Хмельницкого сбросили. То есть, такое место сакральное, куда он ездил. Вот его задача отвлекать. Ну, прикидываться, что там туризмом за меня занимается. А на самом деле, что он туда ездил? Вот Гереги там купили у баряков агрокорпорацию «Сварог». Там у нее в банке земельном типа 40 тысяч гектаров было. Теперь у Гереха 160 тысяч гектаров в земельном банке. Вот была там встреча с Герегами. А Гереги – это связи с китайским бизнесом. А китайский бизнес – это коммунистическая партия Китая, это триады. Вот надо вот как бы так глубже копать, тогда будет понятно. А так это просто отвлекуха. А за всем этим, то есть, это означает лишь то, что вот эта история про мышей в Госрезерве означает, что группа Ермаков и Шеферов, и там кто еще там за ними стоит, она добралась, ну вот, я же попил, да, она добралась как раз уже до Госрезерва. И, видимо, сейчас там создается механизм ну, таких поступлений, фонд пожертвований для Зеленского и для его бригады. Поэтому, я думаю, про это заговорили. То есть, Госрезерв всегда был кормушкой при всех правящих кланов бандократии по грабежу населения. Это не государство обворовывают. Надо, в конце концов, всем понять, это нас с вами всех обворовывают, потому что имеют по полной программе во все дырки, как говорится. И не важно, фамилия того, кто на верхушке находится, вот кто на этом крутится стержень, чья голова. То ли Зеленского, то ли Порошенко, то ли Януковича, то ли Ющенко, то ли Кучмы. Главное, что дракон, он всегда жрет, ему надо жрать каждый день, каждую час, каждую минуту. Какую голову он наденет, какую маску наденет, это вообще абсолютно не важно. А народ дурят, народ это верит, говорит про какое-то государство, говорит про государственные органы и так далее. На самом деле, это дырят у нас, у каждого из нас. За счет наших налогов, за счет различных поборов, за счет того, что лишают людей свободы. То есть главная задача правящей бандократии, это лишить людей свободы, превратить их в рабов. С помощью МВФ, с помощью вот этих так называемых протоколов, с помощью закона про резервистов, с помощью закона про национализацию банков. То есть произошла аж катастрофа, вот вчера, не работал приват 24 целые сутки. То есть получается, целый день не работал, вот в начале июня, получается, не работал это приложение. То есть фактически произошли серьезные помехи в движении денег. Ну и как-то ж никто реально не прореагировал на такие вещи серьезные. Что происходит в Украине? А это ж результаты государствования частных банков. Поэтому я считаю, что мы приближаемся к системному какому-то, уже не хочется опять эти слова говорить, там коллапс, катастрофа и так далее. Вот опять скажут там, что в катастрофологах и все остальное. Но если люди, находящиеся у власти, постоянно совершают неправильные, злонамеренные действия, то что должно произойти? Должен произойти финансово-экономический, социальный, я не знаю, политэкономический, геоэкономический, Чернобыль, а как иначе? То есть если все время делать неправильные шаги и выдавать их за правильные, если все время грабить население и выдавать это за панацею, за то, что народу будет хорошо, если быть некомпетентным и расставлять таких же тупых, наглых, воровитых людей по всей кадровой пирамиде, то в результате государственная машина должна в конце концов разрушиться. Или как? Иначе ж не может быть. Вот сегодня мы такое, к сожалению, не имеем. Да, мыши украинские сыты, это не скажешь про украинцев, можно ли сейчас уже оценить ущерб от коронакризиса в Украине? Уже какие-то мы видим вещи, то есть я бы даже говорил, ну тут мышей назвали, в общем-то мыша наша маленькая, она же сожрать столько не может, тут уже прямо не мыши, а какие-то динозавры, вот жрут так, это нормально жрут, причем... Да, Олег Игоревич, в Фейсбуке там был пост, и один человек посчитал, сколько нужно мышей, чтобы съесть такой объем зерна, практически миллиард мышей. Ну вот, то есть это такие хорошие, откормленные динозавры, репталоиды стали жрать, причем жрут не останавливаясь, 24 часа в сутки, и это видно, что народов Украины становится все меньше и меньше, то есть люди же в месяц в Украине, надо так понимать, чтобы народ же понимал, что убыль населения минимум в месяц 50 тысяч человек умирает, а коронавирус это как бы такая, скажем, как бы такое фейковое событие, которое выступает, это как разным детям запускаются разноцветные шарики, вот это под видом коронавируса, чтобы народ нервничал, все время как боевые сводки идут, там 400 заболело, 500 заболело, там 15-17 человек умерло, люди в месяц в Украине умирает 50 тысяч человек, 50 тысяч, вдумайтесь, пожалуйста, в эту страшную цифру, то есть каждый месяц людей становится в Украине на 50 тысяч меньше, это минимум, и как бы вот это в голову никому что-то не приходит, сколько людей в этих, в онкологических центрах сейчас умирает, в каких муках они умирают, сколько людей от лёгочных и разных болезней и прочих умирают, и как бы все забыли, про корь забыли, про всё остальное забыли, и мы должны говорить, что идёт как бы геноцид, это геноцид, это геноцид против населения Украины, и надо с руководителей страны про это спрашивать, с этих депутатов, которые там сидят, они же уже в кресло не помещаются, они уже там так пооткармливались, уже у них жир по щекам прямо с полбу течёт, там на Астафийчука посмотреть, на этого мальчика Разумкова, какой он уже такой стал упитанный, то есть они все становятся там, прямо откармливаются на крови народа очень хорошо, это прямо как, это их этот Азаров говорил, кровосиси он говорил, вот это прямо в Верховном Совете одни кровосиси сидят, и в администрации президента, это Ермак так разобрел, то есть он же провалился, да, Ермак, они же там съездили с этим, новым министром иностранных дел, старый уже вроде в послом в Великобританию решил уехать, он сориентировался, что ничего хорошего не будет, что текать надо пока, теплое место дают Великобритании, посол на 4 года, как говорится, пока руки носят, так поработает для семьи, для себя, то есть мы можем говорить, что экономически, даже показал Минстат, если я не ошибаюсь, за первый квартал падение там где-то 5,5%, ну чуть до января, февраль, март, апрель, 5,5% падения ВВП, но они же не говорят, что это только начало падения, что где-то 500 тысяч безработных или больше, я думаю, несколько миллионов безработных, потому что народ сейчас бежит с Украины на эти сезонные работы, там, в Финляндию, там, в Швецию, в Любу, куда только можно, в Польшу бегут, и в Италию, и так далее, и так далее, то есть несколько миллионов в ближайшее время с Украины выйдет, но по сути жить же в Украине невозможно человеку, который хочет сам заниматься предпринимательской деятельностью, то есть сейчас идет обрушение, мы видим уже банковская система, она все больше сбоев дает, это серьезные события происходят вокруг Привата, я думаю, что вот эти сбои, которые начались в Привате 24, это только начало, это цветочки, как говорится, это первая, там, ласточка прилетела, да, или воробей, или как его назвать, а я думаю, что будут еще тяжелые, более тяжелые времена, а это значит, что замедление денежного оборота, неуверенность людей в перечислении денег, это упадение скорости, это ухудшение расчетов, а это возврат 90-х годов, так было когда-то, это переход к бартеру, который может в ближайшее время начаться, я думаю, по полугоду, ну, то есть вирус же, этот китайская зараза, это биологическое оружие, оно же не отступает, и американцы, США все больше туда, то есть Китай доступа не дает, к уханской лаборатории, вообще к этой проблематике, как это произошло, какие были исследования, кто этим занимался, и сейчас последние исследования показывают, что вроде бы в геноме есть так цепочка человеческого белка, в этом коронавирусе, и с помощью него он пробивается в разные органы человека, то есть что, проанализировали ситуацию с пятой колонной китайской сегодня в Украине, что в Верховном Совете создана специальная комиссия, которая должна исследовать анализ внедрения коммунистических китайских спецслужб в Украину, и подкуп, к того они поставили на руководящие посты в Украине, что, например, нельзя предположить, что гереги готовятся сдать украинские черноземы, а хмельницкие черноземы, они одни из самых мощнейших китайцам через подставные фирмы, и Зеленский поехал эту тему с ними обсуждать, хмельницкую область, прикрываясь вот этими всеми своими мазохистскими выступлениями, пробежками, кроссовками своими, за сколько там тысяч гривен, из лука стрельбует и так далее, и совещаниями, он проводил совещания по туризму, по дорогам, по бизнесу, он что-то понимает, как корова в бананах, он так в экономике понимает, поэтому, в конце концов, люди молчат, люди молчаливое стадо, которое дает себя дурить, грабить и так далее, но пример Соединенных Штатов, он показывает, что и то, что сейчас в Европе происходит, это события, очень показывающие четкий вектор, что начались формирования антисистемных движений, и вот этот китайский коронавирус, биологическое оружие, он усиливает эти процессы, то есть сотни миллионов людей начинают выступать против правящих элит в своих государствах, понимая, что эти элиты бестолковые, что они продажные, что они руководятся какими-то другими внешними элементами, которые держат деньги и, соответственно, власть, а элиты — это просто китайские болваны, которые сидят в креслах, и они не в состоянии защитить народные интересы масс, и я думаю, сейчас будет в каждой стране деление на свободных и на рабов, то есть рабы, которые готовы ходить в этих грёбанных масках, сидеть в карантинах и слушать эту всякую дурилку по телевизору и так далее, и так далее, мыть этими алкогольными препаратами руки, протирать лица и держать эту так называемую социальную дистанцию 2 метра, вот это рабы, это просто как бы, ну как на фермах, то есть их куда погонят, они туда, как стадо, это стадные животные, которые живут на биологическом уровне и питаются, для них удовлетворение первичных биологических потребностей является главной целью жизни, а вот другие, которые хотят быть свободными, которые, а свободным хочешь быть, значит, надо иметь экономическую свободу, экономическая свобода — это частная собственность, твоя личная частная собственность, которой ты создаёшь прибавочную стоимость, вот эти будут выступать против, плюс, конечно, люди, которые верят в Бога, христиане, живущие по христианским принципам, морали, они понимают, что то, что им вешают лапшу про коронавирус, это... коронавирус — это зло, это не от Бога шидёт, это идёт от силы зла, сил зла, поэтому они знают, что их жизнь в руках Бога, поэтому им бояться нечего, хоть так, хоть и так, они тоже, в конце концов, это всё понимают и начнут тоже бороться. Вот я думаю, что вот этот процесс, он будет усиливаться, и в конце концов, должны образоваться, ну, про Америку там не говорим, Австралия — это всё от нас очень далеко, это у них своя песня, у них своя судьба, говорить надо про Европу, Украина — это часть Европы, поэтому, естественно, что в Европе, особенно в Центральной Европе, в её славянской части, начнут образовываться группы, социумы, и видим, прежде всего, какие-то маленькие страны, там, где приходить к власти, такие будут люди свободные, люди, которые не верят в эту всю мишуру, в эту брехню, в эти вакцины, в то, что это вирус, это природное явление и так далее, вот люди, которые хотят быть, отвечать сами за свою судьбу и за свои роды, они начнут бороться, я думаю, начнут образовываться какие-то страны, ну, не образовываться, а как бы формироваться в каких-то странах вот такие правящие группы, я думаю, что в эти страны начнут уходить из вот таких подневольных государств, лузерных стран, где у власти банды находятся, свободные люди, вот надо ждать, где первая такая страна возникнет с таким правящим классом, вот Швеция попыталась, мы видим, сломали этого главного там разработчика их модели свободной, вот он испугался, начал отступать, ну, видно, на колени поставили человека, но сам принцип шведский, он очень правилен, вот, может Белоруссия такой станет, если уберут этого Лукашенко, уже выжившего полностью с ума и держащего страну в покоре, вот, но какая-то страна должна, может Болгария это будет, может какая-то из балканских государств в конце концов на этот путь станет, может Северная Македония, может быть Босния-Герцеговина, может Сербия, но где-то этот процесс должен прорваться, где начнется нормальное становление такого, скажем, свободного государства, где будут собираться свободные люди, христиане, наверное, прежде всего ортодоксального направления, которые будут, понимают, что это все китайское биологическое оружие специально запущено и все остальные механизмы садомии, и где начнет формироваться какое-то новое направление, мы к этому движемся, уже однозначно все ближе ситуация подходит к такому направлению развития, особенно если в США произойдет, ну, ясно, что там уже демократическая и республиканская партия, как верхушки двух мощнейших корпоративных транснациональных образований, они вошли в клич, одну верхушку возглавляет у демократов Байден, у республиканцев это возглавляет Трамп, это два направления мирового капитала, Байден это направление капитала так называемого финансово-банковского, ростовщического, минового капитала, а Трамп это направление производительного капитала, строительного, промышленного и так далее, и они вошли в клинч, в антагонистическое столкновение, ясно, я так думаю, что там все идет, вот, должна какая-то ситуация раскола произойти по штатам, по расовому признаку, то есть там, как говорится, люди, которые, они их называют афро-африканцами, американцами, это ж надо такое придумать, это будут одни штаты, а там, где будут евроамериканцы, это будут другие штаты, там, где евроамериканцы, это штат, это Трамп будет, а там, где будут афроамериканцы, это будет Обама, Байден, Клинтон, и там. Да, Олег Игоревич, про штаты мы в следующий раз обязательно поговорим просто это не тема нашего разговора. Возвращаясь в Украину, возможно, не все зрители знают, что вы были советником и первого, и второго президента. Если бы сейчас вы были советником Зеленского, что бы вы посоветовали ему делать с такой мощной, влиятельной фигурой, как Арсен Аваков, которого просто невозможно убрать, несмотря на то, что мы видим, какой беспредел происходит прямо на улицах, все больше украинцы начинают решать конфликты с помощью оружия? Ну, Аваков — это же как бы проявление событий, объективных процессов, происходящих в нижних пластах Украины, Европы и мира. То есть Аваков — это просто отражение того, что происходит. Он очень, скажем так, хороший менеджер, конечно, хороший для себя, для тех, кто за ним стоят, он великолепный менеджер. Он умеет влиять на власть придержащих, да, умеет. Он расширил свою империю, да, конечно, расширил, особенно после того, как запустил в действие вот этот центр-цитадель. Это уже практически подготовка полностью к захвату власти, ну, пока может быть не личной, не единоличной власти, а через Триумвера, там, через Хунту, например, когда он договорится там типа с тем же... Ну, он может и с Зеленским договориться. Он ему скажет, я тебе все порешаю, твой представитель тоже войдет в Хунту. Так, как Мадуро сделал, кстати, в Венесуэле. Его ж никто свергнуть не может. Но он там на армию оперся. А тут Зеленский может опереться на Хунту, то есть на министра обороны, начальника генерального штаба, на того же СБУ, это его человек Баканов этот, или как там его, на Авакова. И Аваков может сказать, давай вот сделаем такую вещь, ну, пересадим, говорит, как Пиночет сделал. Вот станешь ты диктатором, ну, какая тебе разница? Или что Аваков скажет, что он сам на себя возьмет эту функцию нейтрализации и очищения, как это называется, умиротворения. Да, там, умиротворение, это там, ну, надо будет там перебить в Украине тысяч десять человек, на стадионах их собрать. А прежде всего тех, которые там через сети социальные много болтают, там, это известно, вот как ему это сделать, он быстро это поубивать у этих людей очень легко, фамилии их и физиономии известны. Сделают, не зря же Ткаченко поставили, это мутант, я его сравниваю по теории Ламброза с Троцким и Гиббельсом. Он, кстати, на них очень похож даже. Вот Троцкий, его поставили специально министром культуры. Он же разработал этот закон по уничтожению свободы слова в Украине и, прежде всего, интернета. Это ж не зря его поставили. Не справился этот экстрасенс, да, типа битва экстрасенсов, это там, как он, у него фамилия такая, там, как в Киевской области этот городок называется, да. Вот он не справился, его убрали. Ну, думаю, Ткаченко справится. Он более такой в этом плане якобы талантливый. То есть это человека выдвигают на роль Гиббельса. Вот, это понятно. А для того, чтобы подавить украинцев, специально закон про резервисты, про резервистов готовят, чтобы все мужское население надеть на них уздечку. Для того, чтобы люди думали только про хлеб насущный, подписан специально меморандум с МВФ, где, по сути, будет введено налоговое рабство и феодализм восстановлен будет. Вот это тоже модель уже запускается. Чтобы много не болтали и делом занимались, специально будет усилено, снова будут объявлены новые, это по коронавирусу, это ситуация. Они ждут денег сейчас от МВФ, им надо получить и от Мирового банка, и от Европейского союза. Пока денег от МВФ нет, те деньги тоже не могут прийти. Поэтому им надо деньги, чтобы подачку бросить населению. Хотя уже где-то почти на 7 миллиардов набрали долгов в этом году, поставили этого шмигаля. Это специально все делается. Марченко этого поставили. А народ молчит. Значит, народу это нравится. И для Зеленского ваков сейчас очень подходит. Я думаю, что у них идут сейчас с Аваковом торги по установлению диктатуры. Но пока у них это не получается, потому что Европа это не дает сделать и так далее. Но в какой-то из моментов ситуация для них складывается таким образом, что катастрофа может к осени разразиться. Я считаю, что будет первая точка. Это конец июня, начало июля. Она всегда там происходит. Такая очень кризисная ситуация. А даже если ее разрешат, то вторая ситуация кризисная как раз под местные выборы разразится к октябрю месяце. В сентябре же начнутся выборные кампании на местных уровнях. Поэтому с Аваковым, то есть силы у него на всех есть компромат у Авакова. Поэтому, чтобы Авакова нейтрализовать, надо каким-то образом нейтрализовать тот компромат, который на всех есть. Поэтому Аваков говорит, давайте договоримся, я вам решаю какие-то вопросы. Говорит, ну, больше крови, меньше крови, какая разница уже, все равно, как говорится, в воду гореть. Поэтому он уже говорит, что готов выступить вот таким Малютой Скуратовым. Ну, правда, не понимая, чем всегда это для них заканчивается, но он думает, успеет убежать, где-то там в горах спрятаться, мало ли, там в итальянских горах или еще где-то. Вот там или в Азербайджане, или в Армении, там в Карабахе спрячется, или думает, или еще куда-то, куда-то успеет добежать, если успеет. Троцкий же тоже думал, что успеет добежать. Поэтому вот, как бы, ситуация очень драматическая на сегодняшний день. В принципе, конечно, убрать Авакова надо, однозначно надо, но поставить нового, это же тоже не выход, потому что новый будет же облизывать Зеленского, и будет еще страшнее, хуже Авакова через полгода. Поэтому надо просто разделить это министерство, просто разделить. Полиция должна иметь своего руководителя, Насгвардия, своего Насгвардия должна быть на Востоке, она должна воевать с российскими оккупантами, освобождать украинские города. Вот это цель Насгвардии должна быть. Полицию надо уменьшить, локализировать, демилитаризировать, убрать как можно больше служб с нее. А министр, конечно же, должен назначаться через Верховный Совет, это однозначно, но не давать же надо ему возможности создавать новые департаменты, надо убрать с него функцию, чтобы он мог следить за людьми, вот как они сейчас создали тайный департамент, этот послежки. Вот это же по сути, ну это гестапо созданное, это прообраз гестапо, неужели такие все тупые. То есть проблема с чем, что в Верховном Совете сидят тупые свиньи, по сути создали там свиноферму со слугами этими, так называемыми народом. То есть я думаю, что это был, ну я говорил, что это нельзя так избирать. Я думаю, вообще надо перейти к английскому принципу выбора депутатов, потому что другого просто нету. Мы же видим, что это и разгосударствить политические партии, надо НАСК ликвидировать, он никому вообще нафиг не нужен. Это структура, которая уничтожила политическое развитие Украины. Плурализм, свободу мнений, политических, идеологических течений. У нас нет сегодня партий, они превратились просто в обслуживающие структуры кланово-бандитских групп, захвативших власть в Украине. Вот, поэтому надо просто уничтожить, ликвидировать это Министерство внутренних дел, разъединить его элементы, просто разрезать его на части, это обязательно сделать. Но, естественно, надо забрать под президента назначение министра, председателя СБУ. Немедленно надо эту структуру забрать под президента. Невозможно, чтобы президент руководил Службой безопасности Украины. Это просто прямой путь к диктатуре. И надо демилитаризировать Министерство обороны. Нельзя там дать сегодня структурироваться фактически военной милитарной системе закрытого типа, которая как в Турции, как в той же, скажем, латиноамериканских странах, как в Парагвае это было, будет готова как в Аргентине к захвату власти в стране и установлению диктатуры милитарного типа с гражданской войной и с непредсказуемыми последствиями. Ну и надо, чтобы в Верховном Совете все-таки там же какие-то есть еще умные остались, хотя, конечно, они тупеют. Если верхушка тупая, то и умные становятся тупыми деградантами. но они должны выступить, им надо принять, взять закон про свободную торговлю оружия, как в США, и необходимо этот закон немедленно принимать в Украине, чтобы разрешить свободную торговлю оружием. Иначе люди не смогут себя против диктатуры защитить. То есть, если даже кто-то из таких аваков или Министерства обороны, или СБУ будет этим процессом руководить, люди должны иметь оружие, нормальное оружие, чтобы отстреливаться на уровне защиты своей земли, своей собственности, своих родов, детей, своих домов, своих, не сжигать себя, как это мы сегодня видим, когда они беспредел творят бандиты. Они должны отстреливать этих бандитов. Это нормальный процесс, это позитивно, потому что бандиты, которые идут на захват чужой собственности, они должны понимать, что их просто отстреляют. Так же, как эти коллекторы идут на захват квартир, это то, что им сейчас разрешили врываться в квартиры, отрезать якобы за неуплату и так далее. То есть, мы должны понимать, что это фактически искусственно создается долг, накручиваются специально продажные судьи, то есть, тогда, если свободное оружие, человек видит, что судья продажный, что он идет, что его купил клан, он тогда сам совершает возмездие, а что ему делать? Он должен восстановить справедливость. Да, Олег Игоревич, это интересная очень тема, как раз касательно Авакова и его окружения того, что происходит. Предлагаю просто обсудить это в следующей программе. Вас я благодарю за интересный разговор. Олег Соскин был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас и не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Автор субтитров Корректор А.